дорогие наши зрители наконец я приступил снова к монтажу своего любимого фильма об острове сицилии далее приношу большие большие извинения за то что был перерыв связанные с моей командировкой на мальдивы а вот и алла кошка она кстати стоит час рядом и подтвердит что все у нас хорошо не переживайте командировка закончилась и я снова с вами и мы снова продолжаем наше потрясающее путешествие по италии по острову сицилия и так кафедральный собор сан никола мы всегда стараемся когда приезжаем в новый незнакомый город особенно итальянский начинать наше путешествие по этому городу с кафедрального собора как правило здесь вокруг этого собора и располагается центр города центральные здания центральные самое интересное архитектура площади и так далее и так далее очень коротко про этот город у него была такая же судьба как принципе у всех городов сицилии здесь жила когда-то племя сикулов которые дала название острову сицилия потом пришли греки потом пришли римляне потом пришли мусульмане потом их выбили норманы в общем жизнь кипела и развивалась как и на всем острове сицилия и также как во многих других городах сицилии в январе 1639 года произошла страшнейшая трагедия для острова было мощнейшее землетрясение которое стерло с лица земли практически все города острова сицилия и город не том как он назывался в те времена тоже был уничтожен настолько уничтожен сильно что местные жители постояв поплакав над развалинами своих домов своих храмов решили возвести город на новом месте где-то примерно в десяти километрах в сторону от старого города на том месте где был старый город сейчас до сих пор проводятся археологические раскопки работают ученые историк историки и археологи новый город был построен как говорится с белого листа и в этом есть определенная изюминка этого города здесь нет таких узких извилистых улиц как обычно во всех городах италии которые петляют как говорят пьяная лошадь прошла до с пьяным всадником так улицу и построили здесь все четко римская постройка четкими квадратиками если посмотрите карту схему города увидите прям четкие прямолинейные квадратики улицы под 90 градусов идут друг другу гулять по такому городу одно наслаждение хотя по извилистым улочкам итальянских древних городов которые сохранились тоже ходить романтично и интересно я хочу тебя немножко перебить вот в модике мне конечно не хватило еще вот я бы там на ночь бы остановилась а вот нота мы как-то с тобой по этой центральной улице прошли и уже все поняли что здесь можно посмотреть а я бы например вам посоветовал мое личное мнение в отличие от алла кошки я бы сказал что город нота рекомендую обязательно для посещения потому что такого такой концентрации такой невероятной концентрации потрясающие итальянского и потрясающие итальянского барокко нету больше нигде на сицилии именно итальянского сицилийского барокко тут просто концентрация если вы здесь переночуете ночь и погуляете по этим улицам вы будете очарованы этим городом а почему я советую здесь переночевать а все очень просто вы посмотрите на эти здания посмотрите на эти улицы на эти дома они все сделаны из невероятно красивого камня светло-желтого как как молодой мед а представляете что здесь будет когда будет заходить солнце яркое солнце которое будет прийти горизонту и озарять все эти здания своим светом это будет просто взрыв меда этот город и называют вкусным городом этот город называют медовым городом этот город с древних времен называют каменным садом за вот эту невероятную концентрацию итальянского сицилийского барокко и этот город по праву называет жемчужиной итальянского барокко этот город я вношу список обязательных для посещения он маленький он красивый он как как я не знаю как конфетка как сказка здесь можно отдохнуть и насладиться итальянским барокко за 2 евро можно подняться на колокольню данного храма что мы и не примем сделать так как мы очень любим смотреть на город на города с высока я думаю и вам это нравится и вам рекомендую настоятельно сейчас увидите какой замечательный открывается вид на весь город лестница была средневековая очень узкая ну может не средневековая там 18 век но очень узкая видно люди в те времена были очень худенькими и стройными в отличие от нас толстячков пока поднялись аж голова закружилась зато посмотрите какая открывается картинка как для фотографов как для видеооператоров да просто стоять и смотреть любоваться всей этой красотой было очень тепло дул ветер такой теплый приятный отсюда просто не не хотелось уходить город маленький даже с такой небольшой относительной высоты можно увидеть границы города как влево так вправо во все стороны городок очень аккуратненький такой лаконичный маленький то есть в принципе его за день можно обойти вдоль и поперек здесь на колокольне на этом храме целых две смотровой площадки одна повыше одна пониже и там и там открывается замечательный вид можно и там и там посмотреть ну всего два евро а эти два евро пойдут на пользу дела мы дальше продолжаем двигаться по центральной улице городка на следующую площадь на этой площади очень красивый храм честно говоря думал то дворец оказался церковь со святого доминика выглядит как дворец а возле него два там памятника и фонтан фонтанер коле 18 века а прямо напротив храма городской театр ну как это итальянцы без театра хотя у них вся жизнь театра они на улице у них сплошной театр если посмотреть как встречаются итальянцы особенно выходной день каждый раз возникает ощущение что они играют какой-то очень интересный спектакль очень люди как эмоционально эмоциональные да и маятся целуются в общем театр театр да а вот церковь святого франциска невероятно тоже красивый храм особенно лестница лестница меня просто поражает я пытаюсь представить как эту лестницу строили не могу потому что он огромное красивое рядом фонтанчик фонтанчики плавали красные такие маленькие рыбки вот и мы идем дальше концу города здесь видно уже издали триумфальная арка был такой ферди по мой фердинанд общем император был такой а сейчас я найду до фердинанд и он как-то приезжал в этот город и в честь приезда императора сделали триумфальную арку представляете если бы в наших городах приезду каждого там например там президента или генеральной секторе цк кпсс там в те времена в советский ставили бы по триумфальной арки какая бы красота у нас была все города были бы окружены триумфальными арками в конце нашего путешествия по городу мы сели отведать кофейку съесть местные пирожные очень рекомендуем очень вкусная здесь кулинария не уходите далеко наше путешествие продолжается